Перед тем, как мы перейдем к разговору о политических заключенных, хотел перейти вот к этой информации об Алексея Навального. Вы понимаете вообще логику действий Владимира Путина в этой ситуации? Вы знаете, дело в том, что в переговорах, в таких подобных переговорах, обычно логики-то немного. Они идут годами за закрытыми дверями с самыми странными посредниками. И на самом деле это очень много значило то, что Путин вдруг начал говорить о несколько дней до гибели Навального в интервью, собственно, Карлсону, называть фамилию Красикова и говорить, как он для него, в общем, фактически важен. Он назвал цену. Он назвал цену за журналиста Эвана Гершковича и, я понимаю, что еще за нескольких американских граждан. Сейчас в России сидит порядка десяти американских граждан, но действительно каждый гражданин Америки для американцев важен, но самое главное, конечно, журналистов двое. Журналистов двое и один, собственно, спецназовец, который поехал зачем-то на свадьбу дочери своего знакомого ФСБшника. И речь шла прежде всего об этом, но я уверена, что никогда, ни на секунду не останавливаются переговоры по поводу обмена Владимира Карамурии. Недаром на прошлой неделе британский парламент говорил о том, что были некие слушания, были некоторые дискуссии, и в результате решили не менять, как выяснилось, содержащихся в британских тюрьмах, о чем, например, я не знала, неких российских шпионов. Все это, конечно, очень познавательно, только жаль, что Владимира Карамурии меняют, но в Британии есть кое-что получше, чем некие неназванные российские шпионы, а именно Осаджи. На Осаджи тоже можно поменять много чего интересного. И я думаю, что и переговоры и здесь идут. Я уверена, что об этом много чего знает Абрамович. Что касается Алексея Навального, то я уверена, что переговоры шли. Я уверена, что переговоры шли, и что здесь переговоры были, я бы сказала так, самые противоречивые. Потому что, если я могу себе представить консерты отдавать или не отдавать американских заключенных, отдавать или не отдавать Карамурзу, например, то с Алексеем Навальным, я думаю, здесь было по крайней мере несколько, ну по крайней мере два лагеря. Один лагерь, который говорил, не отдавать Навального ни в коем случае никому ничего, иначе он там вот будет, там за границей и все такое. Я думаю, что этот лагерь был представлен, например, Медведевым, например, Патрусом. То, что мы привычно называем ястребами. И людьми, которые говорят, что давайте отдадим им Навального, поменяем на какие-нибудь санкции еще, там добавим. Вообще начнем какой-то диалог. В любом случае это жест доброй воли. Я думаю, что это прежде всего олигархи и прежде всего Абрамович мог, например, это делать. Или, например, я бы добавила сюда, например, каких-то членов семьи. Ну, собственно, Абрамович и так членов семьи, чтобы просто как-то, что называется, умиротворить, умиротворить Путина. А я вам напомню, что когда 10 лет назад очень внезапно, очень внезапно отдали, не обменяли, отдали Ходорковского, я напомню, что его, собственно, кровник, который больше всего желал его заключения о возможной гибели, Сечин, он даже устроил внеплановую конференцию, он так топал ножками, это прошло без него. И это было вот абсолютно, когда одна башня пошла в обход другой башни и сделала такой вот быстрый крик, не ставя большую группу ястребов из них. Мы были очень довольны этим. Я думаю, они и сейчас, время от времени, напоминают другой группе. Вот отпустили Ходорковского из чего, вот он один из лидеров оппозиции, вот он финансирует каналы, вот он то, вот это сказал, вот еще вот это. Про вас, ваше величество. Я думаю, здесь могла быть такая борьба башни. Ну вот, между тем, эта новая информация, что она означает для других политических заключенных? Для других политических заключенных это означает несколько вещей хороших, несколько вещей очень плохих. Несколько хороших вещей о вас все время разговаривают люди, которые хотят обмена, хотят видеть вас на свободе. И не факт, что это будут заключенные, например, там, я не знаю, топчик, да, там, топ-3, топ-5 политзаключенных. Я думаю, что это могли бы быть, например, женщины политзаключенные. Саша Скочеленко, Лидия Чанышева, Лилия Чанышева, да, вот, собственно, и много-много-много еще кто, там, Тони Зимина, очень много кто. Это могли бы быть заключенные, которые точно, совершенно испытывают большие проблемы со здоровьем. Например, это Владимир Карамурзан. Это могут быть самые разные комбинации, и хорошо, что об этом идет речь. Плохо то, что Путин практически каждый день берет в заложников, и все больше и больше повышает ставки. Я беспокоюсь за каждого знакомого и незнакомого, ну, обычно все знакомые, немецкого журналиста в России, американского журналиста в России. Сколько он еще возьмет в заложники, этот дракон, мы не знаем. Опаснее, опаснее находиться внутри России. Мы же прекрасно понимаем, что, я думаю, наш общий всех знакомый, Эван Гершкович, не сделал ничего такого, что ему приписывать, там, какой-то шпионаж, да, ну нет. И точно так же вот эти обвинения могут быть кому угодно присоединены. Несколько граждан Германии важных находятся внутри России, в тюрьме. Для Германии важен, например, господин Воронин, который имеет двойное гражданство российское и немецкое. Он проходит по делу Ивана Сафронова, журналиста, астронированного на 23 года колонии строгого режима за измену Родине. Димурий Воронин, собственно, человек, который, то, что называется, подиус полуприговор, он вполне попросил сотрудничество со следствием. Мы, в общем, как говорили, что он и шел, кстати, в эти годы до сотрудничества со следствием. Но он получил очень много лет, по-моему, если не бывает 16, потому что он сказал, что ничего подобного. Он не говорил про Ивана Сафронова и не называл его непредателем, шпионом и так далее. Но я думаю, что эта фигура не устраивает высоких переговорщиков и все равно будет искать какие-то другие пути. Но я думаю, что в первую очередь надо обращать внимание, конечно, на Асанжа и на Красикова, которые, конечно, представляют для Путина первостепенную ценность. Мы, кстати говоря, не знаем почему. Мы не знаем почему, но немецкие власти отвечают на этот вопрос, по крайней мере, публично, однозначно. Что если мы отдадим одного диверсанта, который в центре Берлина убил человека, который был под охраной правительства Германии, то в следующий год нам прийдут 10 таких, потому что им перед отправкой обещают, что их по-любому выцарапают, своих не бросают. Поэтому немцы так упорно не отдают и не собираются даже вести переговоры про Красивого. Возможно, это была какая-то еще комбинация с обменом, например, Асанжа. Ольга, тогда такой вопрос, насколько такое простое действие, как написать письмо политзаключенному, может повлиять на его судьбу в нынешних условиях? Вы знаете, во-первых, это, прежде всего, может повлиять на вашу судьбу. Вы же видите, Алексей Навальный отвечал всем. Отвечал всем, кто ему писал. И сколько сейчас людей перечитывают эти письма. Причем, более того, наша сотрудница одна, Настя, она получила письмо Алексея Навального от 26, если не ошибаюсь, января, которое пришло уже после сообщения о его гибели. И это, на самом деле, это перепахивает, это очень сильно перепахивает. Это нужно прежде всего политзаключенным, но это нужно еще и вам, во-первых. Во-вторых, когда видна поддержка, когда ощущается поддержка, все-таки и сам по себе пресс тюремный легче ощущается, но и он становится слабее, поскольку и заключенные вокруг, которые, может быть, захотели бы или посмели бы нарушить ваши личные границы, например, они будут знать, что есть поддержка, но и собственное тюремное начальство пусть знает, что есть поддержка и не трогает вас лишний раз.